Друзья, приветствую! Дмитрий из Калининграда прислал вот такое масло. Это Oilway динамика Hi-Tech GP-POW 0.30. Свеженькое выглядит. И два варианта отработок. То же самое масло с пробегом 5300 километров и с пробегом 9300 километров. Решили, что если этот образец будет живой, то тогда проверим с большим пробегом. А так, возможно, будет проверка просто свежего и отработки с пробегом 5300 километров. Описание было в почте. Я его приведу слева в нижнем углу. Уже создал запись. Oilway, динамик, хай-тек, GP-POW 0.30, пятый Эльсак. Проверю свежее, проверю отработку, сравню результаты и через несколько секунд покажу вам. Посмотрим сколько здесь ПАО, если получится определить, ну и по другим компонентам. Так что не переключайтесь. Так, ну вот результаты готовы. На мой взгляд они достаточно интересные. Давайте посмотрим первым делом коэффициент корреляции по пирсону. Видите, верхняя строка Oilway. 100% максимальное совпадение это ROWE HITECH SYNTH RS D1 530. Но совпадение достаточно, ну разница достаточно большая. 4,2 процента. Вот это много. И вот ближайшие там, наверное, с десяток позиций это гидрокрекинговые масла. Ну если к ним причислить Shell Ultra. Масло SPAO только вот SYNTECH PREMIUM на 5,35. То есть такое впечатление по этому списку, что масло Oilway тоже на гидрокрекинге. Поэтому давайте посмотрим ту область, по которой мы можем как-то оценить базу. 722 длина волны. Так, и вот смотрите. Значит красная линия это чистый гидрокрекинг от Toneco 6. Над ним зеленая линия это Devon Speedmaster. Есть небольшое количество STR-ов. Максимальное количество это у нас Роснефть Magnum Racing. Я так думаю, что здесь полностью масло сделано на PAO. И обратите внимание, бирюзовая линия это Gazprom Premium N. Она ниже чем Toneco. Это Яносовская база Газпромовская. И она считается, ну как бы так, скажем так, Танековская база почище, чем Яносовская. Более свежая технология. И здесь как раз это отлично видно. Так вот, синяя линия это Oilway. Она находится еще ниже, чем Яносовская база. Тут похоже или добавление минералки или вообще какая-то ерунда. Даже не знаю, что они используют, честно говоря. Ну, явно здесь PAO нет. Следующий график это у нас сукцинемиды и эстеры. Обратите внимание, самый максимальный уровень тут у нас получается Devon и сукцинемидов более-менее. У Газпрома только побольше. И смотрите, какой высокий пик эстеровый. Роснефть Magnum. Черная линия сукцинемидов. И еще чуть меньше. Но смотрите, с эстерами совсем плохо. И совсем печальная картина у нас Oilway. Вообще чистая. Чуть-чуть превышает только линию красную чистого VHVI. То есть в этом масле вообще ничего нет. Это пустое масло. Пустой как барабан, блин. Это же жесть. Я думаю, что оно вообще не пройдет по имитации холодной прокрутки CCS. Ну и давайте посмотрим показатели числовые. Так, вот Dynamic High Tech GP Power. Окисление и нитрование. Очень низкие значения. Это говорит о том, что мало там добавок. У чистой базы окисление 2,5, а нитрование 2,2 по-моему. Высокий уровень противоизносных присадок 1,19. Это похоже на полнозольное масло. Антиокислитель самых дорогих компонентов нет. Щелочное 6,94. Совпадает с тем, что заявляет производитель. Кислотное достаточно высокое для этого масло. На мой взгляд, вот это может характеризовать тоже добавление минералки. 1,27. Вязкость приста. Ну, с вязкостью там попали. Так, ну, масло жуткое. И так вам немножко разбавлю. Позитивчика. Так, оцените. Вот такой список интересный сделал. Тоже база Танека. И можно вот оценить. Спидмастер имеет ПАО. Далее, два Мобила. Посмотрите, как Мобил 1, ФС и ЕСП совпадают базой. То есть, вообще четко. Линия в линию. Далее, значит, Татнефть даже побольше ПАО. Ну и максимальный уровень у нас, конечно, на Синтеке. Вот. Здесь можно вот очень наглядно оценить наличие ПАО. Ну, вот удивляет, честно говоря, прям вот Мобила 1. Линия в линию. Смотрите, да. Сейчас покажу вам эти же масла, но по... с картинкой с... да, эстерами и сукционимидами. Здесь, конечно, самое бледненькое все это Синтек премиум. То есть, видно, что экономит. Далее, Девон чуть получше. И на втором месте по эстерам Девон. По сукционимидам опять же Мобила совпадает. Но вот здесь видно, что у... у ФСа побольше. Побольше эстеров. Чуть-чуть побольше. Ну, может, это замес такой. Или специально сделано. Ну и максимальный уровень, конечно, Татнефт, Люкспау. Тут у нас и, смотрите, совпадает по сукционимидам. Но Татнефть немножко прикрутите эстеры и у вас получится этот самый полный аналог Мобила 1. Да, кстати, не забывайте поставить лайк или дизлайк. Неважно. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Так, а Девону имеет смысл чуть-чуть понизить эстеры, но чуть-чуть добавить сукционимидам. И тоже будет отлично. Вот по этому показателю будет совпадать с Мобилом 1. Ну, вот такой получился тест. Блин, про ОЛВ. Я считаю, что это масло нельзя брать. Оно опасно. Я думаю, что на морозах будет просто беда с ним. Не будет прокручиваться. Будет повышенный износ. Вот. И там, в зависимости от того, что они туда намешали. Там могут быть вообще серьезные проблемы. Я просто сталкивался. Мне звонила одна женщина. Она в Казани меняла масло. Ей залили, значит, 5.30 с мерседесовским допуском. Значит, и на минус 25 масло застыло. Похоже, там было 15-40. Минералка какая-то из бочки наливали. Да, в каком-то очень хорошем сервисе в Казани. Значит, застыло это масло. Проголодал мотор на морозе. Правая сторона V-образного блока полностью ее задрало. Там что-то там, Сталинград какой-то был. Вот. В итоге 1.200.000 ремонта. Вот такая картина. Вот такая картина может случиться с некачественными маслами. И женщина там, ну, спрашивала меня, консультировалась. Она уже, я так понимаю, не первый год судится с владельцами этого сервиса. Поэтому обходите стороной вот такие масла. Непонятно, непонятно с чего сделаны, как сделаны. Просто это опасно. Если кто-то, у кого-то в двигателе находится это масло, лучше перед зимой слейте. Вот, пожалуйста, на втором графике есть конкуренты, которые можно рассмотреть, заменить. Вот. Поэтому желаю всем удачи и здоровья. И двигателям вашим также здоровья. Вот. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Вот. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.